Парад на площади свободы в Таллине В Таллине всегда был поводом не только прийти и своими глазами увидеть, как маршируют солдаты сил обороны. Этого события с особым терпением ждала детвора, ведь после можно было познакомиться с военной техникой поближе. Но идея президента переносить парад каждый год в новое место лишила таллинцев этой февральской радости. Чтобы не разочаровывать родителей и детей, в Таллине решили придать Красному дню календаря семейное звучание. На певческом поле 24 февраля пройдут мероприятия для всей семьи. Праздник под названием «С днем рождения Эстония». Ворота на певческом поле откроются уже в полдень. Это предусмотрена большая программа развлечений. Во-первых, конечно же, бесплатно будут все аттракционы, которые сегодня предлагает певческое поле. Это и спуск с горки на различных средствах передвижения. И дополнительно будет организован большой концерт. Также всем жителям предлагается попробовать различные угощения. Это будет и суп, и, скажем так, зимние всякие сладости. Сейчас на певческом поле строят зимний городок, посвященный Дню независимости. В этом году решили зимний городок делать не около пруда Шнели, а именно на певческом поле. И открытие приурочить также к Дню семьи. И весь праздник, в принципе, посвящен семье в первую очередь. Звездой концерта, который начнется в 13 часов, станет участница последнего Евровидения от Эстонии Геттер Яни. Детей в помещении певческого поля ждут различные конкурсы, в том числе и собственных поделок, которые они смогут смастерить на месте. Недостатка в гороховом супе, хлебе, чае и булочках не будет, ведь на дворе все же зима, даже если температура и приближается к нулю. Кисклиновская управа ожидает большую делегацию из французского города Каркасона, с которым у нее завязываются дружеские и деловые отношения. То, что французам, как гостям, предстоит оценить наши зимние забавы. Развлечения продлятся до трех часов дня. На другом конце города тоже готовятся к празднику. Традиция, как празднуется этот день в районе, это же, конечно, центром становится парк Юрьевой ночи. В два часа всех желающих мы ждем там, в парке, для того, чтобы присутствовать на церемонии возложения венка. А также выступят с поздравлениями и с речами высоковоставленные чиновники и военнослужащие силы обороны. И после этого всех ждет солдатский суп. Новый культурный центр в старом городе, дом черноголовых, ждет любителей самой разной музыки. В 12 часов там выступит оркестр таллиннской дружины Кайцелита. А в 14 часов – таллиннский камерный хор под руководством Айвара Лещинского. И уж совсем радостная, да весьма редкая по нынешним временам новость. Все концерты и развлечения, организованные городом 24 февраля, в день годовщины Эстонской Республики, будут бесплатными. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.